Доброго всем утра! Вы смотрите Гонг, первую программу об истории Ивановского бокса. Смотрите сегодня. Отчизны славные сыны, как наш земляк Леонид Быков стал легендой бокса и героем Советского Союза. Подготовка к ЦФО, учебно-тренировочный сбор в Вичуге. День рождения старшего тренера сборной города. Поздравление от программы Гонг. Наш земляк, коренной южанин, боксер-фронтовик, обладатель золотой звезды Героя Советского Союза. Леонид Тимофеевич Быков. О том, как становились героями в нашей рубрике «Бокс. История». Как и многие спортсмены того времени, Быков мог не идти на фронт. У него была бронь. Но времена тогда были другие. И Леонид Тимофеевич показал себя настоящим бойцом. Бил фашистов, командовал танком, несколько раз выходил из загружения. Был ранен. Победу, как и многие, встретил в госпитале. Но торжественную церемонию в Кремле, чтобы получить звезду Героя, он сможет попасть только через два года после Великой Победы. В 1947-м. Быков – один из шести боксеров-фронтовиков, которым было присвоено это высокое звание. Герой Советского Союза. Вся жизнь Леонида Тимофеевича Быкова была связана с боксом, особенно с юношеским. С его пропагандой и популяризацией. Его дело нашло продолжение в ежегодных турнирах, которые проводятся в Юже и носят имя Леонида Тимофеевича. Программа «Гонг» внимательно следила за боями. Турнир класса «Б». Это значит, что победитель состязаний получает звание кандидат в мастера спорта. А спаривать звание сильнейших приехали представители шести регионов Центральной России. Зрители увидели четыре дня увлекательных боев. В этом году довольно массовым было выступление южан. Сразу 11 боксеров, воспитанников Южской школы бокса. От начинающих спортсменов, конечно, трудно было ожидать ярких боев и впечатляющих побед. Но это с лихвой компенсировалось желанием показать себя на ринге. За эти короткие три раунда по две минуты. Именно такой регламент выступлений юниоров. Олимпийская база такая в маленьком городе Юже. Сейчас очень здорово процветает. Ну и сам турнир тоже прошел на хорошем уровне. Ребята были довольно-таки очень грамотные, хорошие. И уровень боев был очень хороший. Даже был победитель Перенста Европы прошлого года. Очень хороший мальчик. И то в финале он очень серьезную конкуренцию получил в составе наших мальчиков. Так принято в нашем спорте посвящать турниры героям. Настоящим героям. Каким был Леонид Тимофеевич Быков. А мы отправляемся в Вичугу, где состоялся учебно-тренировочный сбор, в котором приняли участие сильнейшие боксеры области. Программа «Гонг» также готовилась к ЦФО. Совместная тренировка сборной. Лучшие бойцы области. Кини, шмародники, Иваново, ну и Вичуга, конечно же. Цвет, гордость и надежда Ивановской школы бокса. Такие вот встречи, такие тренировки проводятся с определенной целью. Во-первых, чтобы посмотреть, на что способны ребята. Во-вторых, подготовить команду. И в-третьих, дать ребятам возможность получить какой-то опыт. И дай бог, если ивановские боксеры, вот эти мальчишки, выйдут на большой ринг, и вот такие тренировки окажутся для них успешными и плодотворными. Что такое интенсивная тренировка, понять несложно. Пять раундов по 150 секунд в режиме нон-стоп. В каждом раунде соперник меняется. Ни сна, ни отдыха, измученной душе. Бои проходят на шести рингах одновременно. Советы тренеров, десятки ударов – это не шум, симфония. КОНЕЦ Получал другим конусу тоже много раз попадал. Я бы еще бы раунда 2-3 отбоксировал. Да, понравилось все. Нормально все. Техника, ну, других условиях, пацанов. Все хорошо. Эти интервью записаны полчаса спустя. Поэтому не верьте бравурности речей. На самом деле им было очень тяжело. Как и должно быть на учениях. Старший тренер сборной города, частый гость нашей программы – Денис Акулов. Недавно отметил день рождения. Программа «Гонг» поздравила Дениса специальным сюжетом. Стоит компания людей, заходит, раздвигает двоих и входит в середину. Парень говорит, извините, а можно я вас перебью? И каждому – туф-туф-туф. Весельчак, балагур, мастер спорта, старший тренер города – Денис Акулов. Сейчас его сложно представить вне ринга, вне зала бокса. А каких-то два десятка лет назад чем он только не занимался. Приехало 8 человек, мы начали тренироваться. И Игорь Николаевич как-то влюбил меня в спорт, в бокс. И на тот момент я начал заниматься боксом, потому что мне понравился этот азарт, борьба. Но потом постепенно спорт стал как наркотики. И тогда он просто затянул настолько, что время пролетело, и даже не заметил, как столько времени прошло. Денис Константинович не был примерным учеником. Но природные данные плюс таланты, терпение тренера свое сделали. И хоть стать чемпионом России, увы, не сложилось, несметное количество турниров выиграно было. Свой первый бой я проводил в 7-й спортшколе на открытом ринге. Я весил там 27 килограмм. Я тогда 3 раунда выиграл, мне подарили книжку. И я очень был счастливый. Я был счастливее всех на этом свете. А самый прощальный свой бой я проводил на Спартаке, на турнире памяти Климова. Выиграл явно преимущество во втором раунде. И тем самым завязал в боксерскую карьеру и перешел на тренерские поприща. А вот здесь, смотри, какой здесь веселый. Сразу видно, тренер работает, умеет улыбаться. Теперь Денис Акулов тренер, исповедующий современный модный бокс. Педагог-новатор, экспериментатор, максималист. Очень большой эмоциональный всплеск. Очень тяжело смотреть, когда твои ученики боксируют. Не важно, выиграют они или проиграют. То есть, любое поражение – это лишний полный задуматься о своей работе и еще больше вложиться в нее. А вообще смотреть, наблюдать – это очень тяжело. То есть, это психологически очень большой всплеск эмоций. Да, иногда хочется выйти, вот видишь, что у него что-то не получается, думаешь, ну, прям так хочется выйти и подсказать ему, сказать, вот так вот надо бить. Но, соответственно, этого нельзя сделать. Бокс – его жизнь. Ученики – его судьба. Громкие победы хотелось бы верить не за горами. Задача перед его учениками стоит неподъемная – выйти на международный уровень и стать настоящими людьми. Бокс – это игра, и тут нужно побеждать тот, кто может перехитрить. У кого с головой все нормально. Сидит боксер после тренировки с сумкой, сидит на остановочке, подходит бабушка, подъезжает троллейбус, и может говорить, сынок, двоечка, куда идет? В голову бабушка, в голову. Вы смотрели гонг. Увидимся с вами совсем скоро на турнире памяти Василия Кудрявцева. Занимайтесь боксом, и когда-нибудь рефери обязательно поднимет и вашу руку. Двери – это визитная карточка вашего дома. Надежные входные и стильные межкомнатные двери сделают вашу жизнь комфортной и защищенной. Открой свою дверь «Форпост» на Лежневской, 120. Любая кровля. Андулины черепица. Металлочерепица и утеплители. Профнастил. Водостоки. Терминал «Профи». Здесь крыша дома твоего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова